Трава в городе выжжена солнцем, люди скупают прохладительные напитки, а заветное желание для многих это встать под кондиционер. Когда это закончится, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. На днях Ассоциация туроператоров России включила Татарстан в топ-10 самых жарких точек Европы. На прошлой неделе дневная температура в столице республики превышала 30-35 градусов. Как пережить жару в раскаленных каменных джунглях? Блогеры называют эту рубрику «Что в моей сумочке?», а у нас будет минимальный набор для выживания при жаре. Выходя из дома, обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и воду. Вероятность получить солнечный ожог подстерегает не только на пляже, но и на улицах города. Не обгореть поможет уходовая косметика с SPF защитой. Крема, масла, лосьоны. Одна из главных опасностей в такую жару – увлечься прохладительными напитками. Резкие перепады температур провоцируют снижение иммунитета и увеличивают риск подхватить вирусное заболевание. Когда же закончится аномальная жара? На этот вопрос ответил метеоролог Казанского университета Тимур Ауходеев. В ближайшие два дня температура будет понижаться. Первые декады июля пока прогнозируются с положительной аномалией, но уже не в плюс 9 градусов, как сейчас, а в первые градусы, в 2-3 градуса выше нормы. Ариадна Кугушева, Ленарда Влесьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова